Приветствую всех на медицинском канале. Понятие частотного резонанса давно и хорошо изучено современной наукой. Если сказать просто, то это состояние, когда два энергоинформационных процесса с одинаковыми параметрами многократно усиливают друг друга. На этом эффекте работают многие технические приборы, например, сложные лазерные установки. На эффекте резонанса основан и энергоинформационный обмен между людьми. При любом обмене энергоинформации люди осознанно или неосознанно стараются добиться резонанса. Если не удается добиться резонанса, то отношение между людьми либо крайне поверхностные, либо вообще невозможные. То есть нет отношений, они отсутствуют. Например, между вами и аборигеном, живущим в Австралии, на сегодняшний день нет отношений и резонанса, так как ни он, ни вы не находите между собой ничего общего, что могло бы вызвать хотя бы поверхностные формальные отношения, которые бы сразу не затухали, а сохранились бы некоторое время. То есть между вами появилось то, что связывает, резонирует в вас обоих. Несколько слов о подружках. Многие девушки любят при встрече обниматься. Однако они любят обниматься не со всеми подряд, а с некоторыми избранными, объятия с которыми наполняет их радостью, теплом и восторгом. Как это выглядит на энергоинформационном уровне? У человека один есть любовная энергия с частотой один и интенсивностью один. У человека два есть любовная энергия с частотой два и интенсивностью два. Частоты один и два – это набор частот, которые близки по своим характеристикам, что говорит о практически полной их совместимости при условии, что ни человек один, ни человек два не изменил свое психоэнергетическое состояние в силу тех или иных субъективных и объективных причин и не привел к искажению своего энергоинформационного излучения. И еще одна характеристика резонирующего энергоинформационного излучения – это его интенсивность. Теперь уже на примере отношений между мужчиной и женщиной. Например, в зависимости от того, насколько человек открыт к миру, к восприятию другого человека могут меняться не только диапазон частот, но и его интенсивность. Если набор частот совпадает, то энергия с более слабой интенсивностью резонирует с энергией с более сильной интенсивностью и, как следствие, безответная любовь. И только если энергии находятся примерно в одном диапазоне интенсивности, возможно взаимность. Любой возникший резонанс слабо контролируется сознанием. Чем он мощнее, тем слабее контроль мозга. Так резонанс между половыми партнерами подконтролен разуму до определенной пороговой величины. Когда перейден порог этого контроля, партнеры оказываются в постели. Даже если и не собирались этого делать или вообще были малознакомы. Подобные процессы происходят на массовых мероприятиях, когда мощный частотный резонанс больших групп людей делает их безумными. Например, футбольные фанаты, рок-концерты и так далее. Чем больше участников находится в схожих частотных вибрациях, тем сильнее резонанс. Уровни энергетического резонанса. Науки пока неизвестны. Законы совмещения биологической или психической энергии. Хотя первые вполне обнадеживающие попытки в этом направлении уже сделаны. Открытие формулы любви – лишь вопрос времени. Логика прежних биологических находок подсказывает, что ученые на верном пути. Недалек день, когда природа поведает людям о тайне рождения взаимного чувства. Проведенные опыты показывают, что между любящими возникает специфическое многомерное энергетическое поле. Отношения мужчины и женщины происходят на трех уровнях проявления биоэнергетики. На уровне полового инстинкта, биоэнергетического обмена и психической энергии. На каждом из них может возникнуть или отсутствовать энергетический резонанс. Уровень полового инстинкта. Здесь реализуется биологическая программа сексуального поведения. Ее движущей силой является накопившаяся энергия половой потребности, потенции, либидо. Организм нуждается в эмоционально-энергетической разрядке, ибо она доставляет облегчение нервной системе. В этом процедическом факте заключается физиологический механизм сексуального удовлетворения. Когда он или она незнакомы и вступает в половую связь, лишь по прихоти происходит кратковременный резонанс энергии либидо. Это часто животный уровень отношений мужского и женского пола, обеспечивающий функциональное состояние организма. А реализация полового инстинкта полезна для здоровья. Из физиологии известно, что при длительном невыполнении какого-либо инстинктивного действия, в данном случае полового сношения, порог раздражения снижается. Это явление Гёте выразил такими словами Мефистофоля. С отравой в жилах ты Елену в любой увидишь непременно. А реализация полового резонанса способна повлечь за собой появление психического резонанса. И, конечно же, не всегда. Уровень биоэнергетического резонанса. Обыкновенно человек оказывает предпочтение представителям другого пола определенного типа. Практически у каждого из нас есть свой тип сексуального партнера. В целом и в деталях. Свой тип лица, который чаще, чем другие, привлекает внимание. Свой тип фигуры, которая вызывает возбуждение. Свой запах, который кажется родным и приятным. Своя цветовая гамма. Например, есть мужчины, которые при любых обстоятельствах отдадут свой выбор женщинам изящным, хрупким, нежным и не обращают никакого внимания на полных. Точно так почти у каждой женщины имеются конкретные информационно-энергетические предпочтения. И когда в поле зрения оказывается свой типаж, его энергетика приводит в действие известный нам механизм. Расширяются диапазоны психического отражения. Активизируется экран восприятия. Отчетливо фиксируется образ объекта, привлекшего внимание. Невидимая биоэнергетическая сила оживляет либидо. Если это свой, его энергетика вызывает положительные эмоции, психологический комфорт. Тогда его биополе притягивает. Если партнер также переживает подобные состояния, возникает биоэнергетический резонанс. Между мужчиной и женщиной возникает обмен, перекачка энергетики от одного к другому. Партнер остается своим, пока его биополе доставляет психологический комфорт. Он становится все более чужим при нарастании психологического дискомфорта в его присутствии. Для предварительной ориентировки в биоэнергетике друг друга достаточно мгновения. Обмен рукопожатиями, взглядами, ничего не значащими фразами, легкое прикосновение друг к другу. Все это вполне информативные формы короткого замыкания. Свой энергетический тип распознается немедленно. Вспомните, как бывает, вы проходите мимо представителя противоположного пола и в вас словно волной окатывает его энергия. При достижении резонанса партнер чувствует тоже. Возможно, это ваш неповторимый случай. Не упускайте его. Уровень психического резонанса. На этом уровне восприятие и оценка представителя противоположного пола происходит с участием разных компонентов личности. В энергетическом плане личность – сложная комбинация энергий различных проявлений идеального. Как мы знаем, к содержанию психики относятся убеждения, моральные принципы, привычки, характер, интеллект и так далее. Эти и прочие проявления психического обладают энергией и, естественно, отражаются представителями противоположного пола. Однако распознание и расшифровка психической энергии личности иного пола – сложная и довольно длительная процедура. При этом надо иметь в виду, что у обычных людей, по-видимому, все же нет совершенных способностей для выявления свойств психической энергии друг друга. В отличие от способностей воспринимать биоэнергетику, такой способностью обладают лишь некоторые люди. Большинству приходится познавать друг друга в совместной деятельности. Когда двое знакомится, то прежде всего старается выведать именно такую энергоинформацию. С этой целью задаются дежурные вопросы. Кто вы? Из каких мест? Где учитесь? Или что закончили? И так далее. На первый взгляд это ритуал завязывания контактов, а на самом деле способ вхождения в психоэнергетику другой личности. Робкая попытка сориентироваться в идеальном мире партнера. Таким способом не только преодолевается взаимное энергетическое сопротивление, но и предварительно устанавливается возможность вхождения в психический резонанс. Вдруг это явно тот или не та, но, как правило, находятся взаимные точки соприкосновения, общие интересы, вид деятельности и так далее. Например, выясняется, что она или он земляки или выпускники одного вуза, имеют одинаковые литературные или музыкальные пристрастия. Когда первая проба резонанса психической энергии заканчивается удачей, происходит дальнейшее его усиление. Однако психический резонанс может очень быстро угаснуть. Вы заметили, что почти всегда первые разочарования в брачном партнере или претенденте на эту роль приходятся на материальную почву. Один оказывается щедрее и бескорыстнее другого. Один хочет потратить заработанное сегодня же, а другой откладывать на черный день. Возможно, сексуальность партнера еще обладает протяжение, но психическая гармония приходит в расстройство. Заключение брачного союза чаще всего происходит на основе биоэнергетического резонанса. А жить в семье надо еще и с психическим резонансом. Иначе сказать, выбирают друг друга биологические индивиды, а совместно живут социализированные личности. Природа не ожидала такого подвоха. Она рассчитывала на кратковременные биоэнергетические связи двух полов во имя продолжения рода. На этом ее совершенный замесел обрывается. Когда же человек создает семью, он тем самым выходит за рамки, отведенные природой. На сцене семейной жизни появляется во всей своей мощи чистая психическая энергия. Чем больше проходит времени в совместном бытии, тем меньше шансов сохранить биоэнергетический резонанс. Попробуйте секретный метод использования резонанса и для поиска партнера, и для выздоровления от самых тяжелых заболеваний. Более того, этот метод может сработать даже в полностью безнадежных случаях, например, при рассеянном склерозе, раке и даже изменении пропорций вашего тела и так далее. Известно, что вера творит чудеса. Вот только никто не говорит, как усилить веру в чудо или приобрести ее, тем более если вы прохладно относитесь к религии. Именно принцип использования резонанса вам поможет даже в этом случае. Итак, вы формулируете кратко свое желание и блок чувств, которые вы уже, повторюсь, уже ощутили, потому что ваше желание уже осуществилось, но по крайней мере осуществляется, если вам так легче мыслить. Это первый важный нюанс для осуществления вашего желания. Приведу простой пример. Вы хотите машину, поэтому формируете блок ощущений, когда вы сидите в машине своей мечты, чувствуете мягкое кожаное сидение, запах внутри салона, ощущение счастья, что у вас есть такая машина, вы видите ее цвет, марку и так далее. Все то же самое для получения идеального партнера по жизни или ощущение здорового гармоничного тела при болезни. Эта часть методики, думаю, многим из вас известна. Конечно, секрет состоит во второй части – в использовании резонанса. Резонанса с многотысячными всплесками положительных эмоций людей, даже многомиллионными всплесками или даже выбросами психоэнергетической энергии миллиардов людей. Чувствуете разницу? Например, идет футбольный матч, и вы – болельщик, и ваша команда забивает гол. По крайней мере, половина стадиона или даже половина страны, где вы живете, вскакивает и радостно в обиду гол. Эта мощная психоэнергетическая энергия расходуется впустую. Вам надо ее оседлать, войти с этой волной в резонанс. Догадываетесь как? Наблюдая за матчем, вы уже предполагаете, что ваша команда может забить мяч в ворота противника, поэтому вы уже внутри себя подготовили мысли-форму с набором ощущения, например, что включится мощный механизм выздоровления вашей болезни, когда вы дадите импульс на включение такого механизма. Кстати, все мы состоим из атомов. Атомы состоят из электронов, электроны состоят из элементарных частиц, и в конце концов материя переходит на самом микроскопическом уровне в энергию или энергии, а точнее информационно-энергетическая матрица формирует материю. Таким образом, контролируя, усиливая нужную вам энергоинформационную программу, например, выздоровление, вы формируете нужную вам материальную модель. Однако для такого моделирования нужна большая энергия. Вот и берите ее. Например, во время такого футбольного матча, когда ваша команда забивает губ, вы вскакиваете вместе со всеми и орете не слово гол, а просто ооо, и вкладываете в этот крик сформированную в вашей голове энергоинформационную модель выздоровления или поиска партнера, или приобретение машины, квартиры и так далее. Однако это еще не все. Я говорил об эмоционально-психоэнергетическом выбросе миллиардов людей. Такие всплески редкость, но все же они есть. Например, при праздновании нового года или такой круглой дате, как был 2000 год. И это, друзья, еще не все. Вы можете использовать для осуществления своего желания природные явления, не носящие негативный окрас. Например, гром во время дождя. При этом всплески молнии у вас всегда будет несколько секунд на то, чтобы подготовиться и вложить свою мыслеформу в раскат грома во время этого природного явления. Конечно, можно использовать и энергетические выбросы космоса, Вселенной. Однако надо знать, когда они состоятся, чтобы быть готовым вложить вашу мыслеформу в это грандиозное явление и войти с ним в резонанс, оседлать космическую волну. Желаю всем здоровья! Если вы хотите первыми узнать о новых видео, которые будут выходить на медицинском канале, у вас есть две возможности. Первая – это немедленно подписаться. Для этого нужно увидеть красную кнопочку под этим видео, на котором написано «подписаться». Попробуйте осторожно дотронуться до нее мышкой. Вторая возможность – это подписаться на мои видео в телеграм-канале. Кнопочку телеграм-канала вы увидите на титульной стороне медицинского канала, а также ссылочку я ее дам под этим видео. В этом случае вы совершенно точно самыми первыми узнаете о новых видео и получите краткий конспект того видео, которое будет выходить. Желаю всем здоровья! До новых встреч!